Добрый вечер, Евгений! Для начала поздравляю вас с долгожданным приездом в Минск, грядущим, конечно. Здравствуйте, спасибо большое за поздравление. Ждут вас очень многие наши отечественные слушатели. Какие у вас ощущения перед концертом? Мы-то в нетерпении. А соскучились ли вы по нашей стране? Вы в Минске были неоднократно? Во-первых, мы всегда в нетерпении перед каждым концертом, без исключения. Тем более, перед такими важными концертами, как, скажем, в столицах дружественных нам стран. Вы с удовольствием всегда ездите в Киев или в Ригу. Вот теперь на очереди у нас в Минске мы очень довольны, потому что мы, конечно, хорошо потрудились в студии, записав нашу пластинку и последующие синглы, но наша музыка гораздо лучше звучит и вообще выигрышней звучит при живом исполнении, поэтому мы очень довольны, что удастся показать нашу работу вживую. Ну вот о том, что вы будете исполнять, и хотелось бы поговорить в подробностях, потому как текила джаз на сцене в Минске уже видели, зорги еще нет. А какова будет программа, что наша публика услышит? Много ли будет текила джаза, вот интересуется народ? Ну, во-первых, мы, естественно, будем играть целиком программу нашу, которая известна по группе зорги, то есть это никогда не имело отношения к группе текила джаза никакого. Ну, на концертах вы иногда текила джаза песни исполняете, вот в чем вопрос. Безусловно, концерты мы играем гораздо длиннее, чем формат пластинки, соответственно, песен в концерте звучит больше, и мы позволяем себе более-менее обширные экскурсы в историю группе текила джаза на каждом концерте, плюс-минус, не знаю, 5-6, иногда даже больше бывает песен, который, на наш взгляд, адекватно выглядит в программе группы зорги. Вот интересовались пользователи, то есть просить на концерте вас любимые хиты текила джаза вообще не стоит? Вы на это не обижаетесь? Нет, мы не обижаемся, потому что мы знаем прекрасно, что люди с гаража больше удовольствием слушают песни, давно полюбившиеся, и в этом смысле, ну, не нам запрещат людям музыку. Другое дело, что мы не всегда идем навстречу, не во всех пожеланиях идем навстречу, поскольку некоторые песни, конечно, они абсолютно неразрывно связаны с ребятами, которые исполняли фтикили, и нет никакого смысла исполнять в отсутствие, скажем, Саши Воронов, барабанщика, да, великолепного. То есть есть вещи, которые смотрелись бы странно и слушались бы странно, А есть вещи, которые звучат в программе группы Зорги вполне логично, собственно, и тем самым демонстрируют, что группа Зорги есть не что иное, как продолжение вполне линейное того, что происходило в группе текила джаза. Но Зорги на сцене еще у нас не слышали, вот можете ли вы поделиться своими ощущениями, может быть, по фидбэку из зала вы можете судить, а в чем они отличия звучания текила джаза, может быть, воздействия на публику от того, что сейчас происходит на сцене, когда выступает Зорги? Ну, мне трудно сказать, что надо спрашивать у аудитории, наверное, все-таки. Я могу сказать, что сейчас коллектив, он, скажем, может показаться более сухим по подаче, мы не склонны проерживать наше выступление большими пространными диалогами с аудиторией, рассказывать анекдоты, вот все, чем с левел с группы текила джаза. Меньше слов, больше дела, гораздо больше музыки, больше мы сосредоточим на, собственно, музицировании. Вот. Поэтому, может, мы покажемся кому-то излишне сухими, как раз под стать нашему немецкому имени. Но ведь музыка главная эмоция, а какова эта эмоция, которую несет Зорги со сцены? Мне трудно сказать, удается ли нам достичь того же результата, который мы планировали, когда записывали и сочиняли наши песни. Это, конечно же, вопрос к слушателям. Но мы надеемся, что вот эта музыка про дикие, странные, опасные и веселые приключения, которые мы для себя придумали, вернее, не то, что придумали, просто мы фиксируем в виде нот, звуков и так далее, все вещи, которые происходят с нами в реальной жизни. Наша жизнь полна всяких чудес, путешествий, всевозможных каких-то приключений и так далее. Ну, раз уж заговорили о путешествиях и приключениях, то хотелось бы узнать, как вы готовитесь, а вы уже в нескольких интервью об этом заявляли, вот к своему большому транссибирскому приключению. Вот, вы и заявили о том, что книгу будете в поезде писать и песни записывать. Чем обрастаете, как готовитесь, и вы собираетесь это освещать еще, насколько я понимаю, в блогах, где искать ваши путевые заметки? Ну, мы не хотим делать из этого никакую рекламную акцию, на самом деле это было, изначально планировалось как абсолютно частное, так и частное перемещение там двух, трех друзей из одной точки планеты в другую. Так получается, что все вдруг заинтересовались этим, и мы, естественно, каким-то образом будем транслировать наши впечатления с дороги, это будет зависеть уже от качества интернета во время движения Тансибирского экспресса. Мы не знаем, что там происходит с интернетом, когда-то сейчас буду вести разыгранку. Соответственно, у нас всегда с собой какая-то минимальная техника, компьютеры, которые при любой первой необходимости могут быть использованы как записывающая студия, и мы это делаем частенько, поскольку мы все время в дороге, и вместе с группой, и я без группы тоже все время в дороге, и поэтому микро-студия у меня с собой практически всегда, круглосуточно. А что касается книги, мы просто, я планирую вот эту неделю провести за уже дописанием оставшихся серий нашего вот этого проекта под названием «Монголоид», поскольку это не чисто музыкальный проект, там есть в ней музыка, есть нарратив так называемый, то есть это история, написанная русским языком, по большей части в козаическом ключе, мне надо ее доделать, и наконец удастся уйти в такое, если не затворничество, то по крайней мере в такой, какой-то творческий отпуск в поезде, на дороге, чтобы, я не люблю лежать под пальмой или где-то там на пляже, не могу себе представить в такой ситуации никак. Отдых в движении. Касаемо «Монголоида», хотелось бы еще уточнить, дело в том, что вот на сайте указан крайний срок 15 мая, уже до этой даты осталось совсем чуть-чуть, проект стартовал практически уже год назад. Чем он завершится, что при этом выйдет и когда выйдет? Знаете, судя по всему, мы не уложимся в обозначенные сроки, потому что история разрастается, история корректируется с событиями, которые вообще происходят на планете ежесекундно. И, видимо, серии будет больше, чем ожидалось, и, скорее всего, будем финальную черту подводить осенью 2013 года, где-то в сентябре-октябре. Безусловно, будем что-то выпускать. Мы еще не придумали формул, поскольку сейчас уже это большое количество материала, на один компакт-диск все это уже не влетит давно. Мы, видимо, будем разбивать, будем делать литературную часть отдельно, песенную часть выпускать отдельно. И не исключаю, что инструментальная музыка, которая там звучит в качестве подкладки, вернее, равноправно у такого участника вместе с авторским текстом, мы эту шумовую и всякую объектную музыку тоже, наверное, будем выпускать отдельно. Либо делать какой-то многотомник, каждый из томов, которого будет посвящен тому или иному взгляду на многороду. Ну а еще какие ближайшие планы? Я поинтересовалась вашей концертной афишей, все-таки уже второй концертный сезон в вашем коллективе стартовал. И почему там так мало дата, всего Москва, Владивосток, Питер после Минска идут? А что потом? Почему затяжки? Там просто, видимо, мы не укладываем заранее. У нас там есть и Ростов, и Краснодар, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и Тбилиси снова. То есть будет много городов. Более много. Но мы не собираемся такую высоковыжимательную какую-то политику вести. То есть мы играем им столько, столько нам хочется. То есть один раз, два раза в неделю, скорее всего, это максимум будет. Радостно, что в Минске хочется. Очень вас будем ждать. Большое спасибо за интервью. Ну и, конечно, ждем всех наших пользователей на вашем концерте. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин